Я не думаю, что так все очень глубоко. Все говорят, что братский народ, братские украинцы никогда не были нам братским народом. То, что мы внешне похожи, вообще не отличить нас, в отличие от других каких-то наций, более чернявых или еще что-то, я никогда не считала, они всегда недолюбливали нас, у них всегда были амбиции. В общем, так сказать, что родная дочь или еще что-то выселила из дома, грубо говоря. Нет, мы всегда общались на расстоянии, на самом деле. Просто Советский Союз это скрадывал, как и с другими республиками. Это просто скрадывалось, опять-таки, это национальная идея и так далее. То есть это как-то глушилось. А потом это все вырвалось накопленное наружу. Что касается войск, я так думаю, что все, что они не делают, это, наверное, в их власти, в их воле. Но мне кажется, что как расплачиваться или, даст Бог, не расплачиваться, все равно будет Украина же. Я не думаю, что как-то сильно это коснется нас в итоге, потому что я не знаю, почему так сильно бьются за все это и так далее. Я считаю, что это их внутренние проблемы, действительно, и они должны их как-то решать. И просто действительно там людям надоело, они же очень плохо жили все вот эти 23 года, сколько они там были. И они уже, они мечутся хоть что-то как-то, ну хоть как-то изменить, каким способом бомбить, блокировать. Может быть, иностранцы нам помогут. Может быть, мне кажется, это от какой-то растерянности все-таки. Вот так, чтобы прямо вот что-то там про... Не производить впечатления от таких уж стратегов, ребята, ну не знаю. А то, что ими кто-то там сильно рулит, не думаю, что сильно. Они просто бьются челом, помогите нам что-то сделать. Вот, Россия нас обижает. А только из-за того, что вы, может быть, от конкуренции с нами, может быть, вот так вот. Но, я не знаю, я не верю в какие-то глобальные ужасы, ужасы и кошмары, правда. Пусть там ходят эти американцы, я умоляю. Ну, серьезно, абсолютно.